И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас очередной игровой видеоролик, вы в предыдущих видеороликах просили довольно таки часто, чтобы я поиграл снова на шафте, как вы знаете шафт у меня имеется только на данном интересном аккаунте, это аккаунт Чиппердейл, аккаунт исключительно на одном вооружении, это пушка шафт, корпуса здесь Хорек и Мамонт имеются, я думаю что в дальнейшем я ничего особо здесь и покупать не буду, сегодня покатаем на данном интересном. Хорната шафте, если вам нравится данный аккаунт, если вы хотите чтобы как можно чаще в видеоролике выходили на нем, чтобы я играл на шафте, показывал вообще как ведет себя данная интересная пушка и вообще вооружение в матчмейкинге на этих званиях и вообще геймплей с шафтом, то обязательно поставьте лайк на данный видеоролик и если на данном видеоролике набирается 150 лайков, то я записываю следующий видеоролик исключительно на данном интересном аккаунте. Сегодня сначала я думаю что быстренько давайте откроем контейнеры, у меня здесь скопилось такое небольшое количество, ну а дальше уже скатаем катку, у меня тут есть заданочка на контроль точек, дробчик какой-то собрать. Я в последнее время захожу на данный аккаунт, дабы прокачивать его, как вы видите уже по 7 шагов уже прокачано, хорек здесь на 8 шагов качанный и потихонечку как вы видите МПК прокачивается. Я хочу добить до МК 8 данное вооружение, то есть М4 как было у нас раньше и дабы уже рассматривать полноценный хорно-то шафт М4 на таком звании, который сейчас имеется. И вот недавно получил старшего лейтенанта, возможно даже вставил там фрагментик, может не вставил, не помню у меня сохранился он или нет, с званочкой. И давайте быстро открываем тогда контейнер и уже полетим в бой куда-нибудь нагибать. Я, честно говоря, на этом аккаунте давно ничего не открывал, скопились эти контейнеры на протяжении довольно большого времени и было бы неплохо, если бы, нифига себе, даже так, краскоспасатель, ничего себе. Было бы неплохо, если бы у меня сейчас насыпало тут как можно больше именно кристалликов на микропрокачке. Давайте так и будем открывать один, потом сверху пять, если уж падает что-то, 10к кри, если бы упало было по чуть-чуть, 25к, отлично, еще фиолетик, ничего себе, жестко. Краска остынь прия, еще фиолетик, краска угольный, нифига себе, жестко. У меня таких красок на основе, мне кажется, нету, два фиолета падает с пяти контейнеров, что-то это чересчур жестко выглядело, если честно. 10к кри и 50 батареек, ну 50 батареек, конечно, ни о чем, но то, что кристаллики падают, это очень хорошо, что уже 60к есть, почаще бы контейнеры бы здесь находились на этом аккаунте, и вот так вот на МПК кристаллики бы собирались, было бы вообще просто великолепно. Давайте еще быстро пятерочку, 3,5к, уже 90к 3, ничего себе, на МПК мне насыпало. И 5 золотых, вообще великолепно. Ну и 3 контейнера, давайте быстрее по одному откроем, и полетим уже в каточку, еще 3,5к, и еще 3,5к. 100 тысяч кристаллов я поднял с открытия 20, сколько у меня там было, 8 контейнеров? Блин, вообще неплохо, неплохо, я думаю, что даже за такое можно и лукас поставить, если вы еще его не поставили. Ну и давайте уже каточку какую-нибудь сочную подкатаем, теперь после такого аппетитного начала, я считаю, что это вообще очень даже достойно. Запикивает меня на магистраль, звание, ну такие себе, не сказать, что совсем жесткие, не сказать, что совсем маленькие. Ну и посмотрим, что сегодня покажет нам данное интересное вооружение на замечательной такой вот карточке. Я буду играть больше, наверное, на сближении. Устройств у меня здесь только одно на короткополосный эмиттер, если я не ошибаюсь, оно называется именно так. Ну и, что касаемо резистов, здесь, конечно, немножко плоховато все дело обстоит. Но я думаю, что в дальнейшем, после прокачки уже Хорната Шафта на М4, я уже займусь прокачкой интересных резистов. Я думаю, что это будет какое-то небольшое количество. Исключительно буду покупать те устройства, которые считаю нужными в данный период времени в матчмейкинге на таких званиях. То есть это резист от рельсы 100%, возможно, какой-нибудь Громчик, может быть, Жига, да. То есть те самые актуальные пушки, которые зачастую используются у нас в данный период времени в большом количестве в матчмейкинговых боях. Ну а так, пока что играем без резов. И катка, если честно, не особо хорошо сейчас начинает здесь складываться. Давайте попытаюсь свестись, наверное... Нет, поздно это было сделано, зря я это вообще делал по данному молодому человеку. Прожди мы здесь сейчас прямо овер. И главное, что прежде всего не по мне стреляла. Да, это хорошо, что он давал выстрел. Первый не в меня. Он сейчас должен был я сбивать, если честно. И прилетает арта. Довольно плохо складывается катка. Нагибают нас довольно-таки жестко. Но нам главное хотя бы держаться в лидерах по опыту. Но в дальнейшем было бы неплохо еще и постараться, возможно, позахватывать точки. И может быть команда сейчас начнет играть и все начнет здесь замечательно складываться. Почему нет? Хантер и едет. Надеюсь, у него овера нету. Потому что если у него есть овердрайв, то будет максимально все плохо. Не успел я там еще аптечку прожать. Плохо, конечно, друзья. Единственное то, что я сейчас не могу купить сразу резисты с хорошим процентом защиты. То есть, если, например, с комплектами мне было это проще сделать. И мне надо было на это все дело потратить меньше кристаллов. Да и даже без комплектов я мог уже 25% резисты на данном звании приобрести. То сейчас дела обстоят немножко потяжелее. В том плане, что и кристаллов надо тратить на все это дело больше. То есть, возможно, если бы я раньше акцентировал внимание на резисты на данном аккаунте, то сейчас бы мне здесь было бы намного проще. Ну а так, с резистами пока что надо явно повременить. Как я уже сказал, то что сначала мы делаем уклон на прокачку хорната шафта до М4. То есть, по 20 шагов я выкачиваю МПК. И все становится вообще в этом плане замечательно. А потом уже будем смотреть на именно-таки покупку нужных резистов. И траты там будут, наверное, довольно-таки большие. И посмотрим вообще, насколько быстро мне удастся все это дело сделать. Если, конечно, я буду открывать часто такое количество контейнеров, которые я сегодня открыл, и вот так вот по 100 тысяч кристаллов просто как с куста плюсовать, то, возможно, это будет намного быстрее. Но еще нужно где-то добывать это количество контейнеров, потому что я не выполняю особо здесь и не заданки, и челленджи, так тем более. И поэтому кристаллам и контейнерам тут довольно трудно откуда-то взяться. Поэтому нужно как-то больше уделять внимание, возможно, на стримах заходить, выполнять хотя бы какие-то заданочки, плюсовать кристаллики. И в этом плане тогда будет уже какое-то определенное движение на этом аккаунте присутствовать. Но это все будет реализуемо только в том случае, если вы, в свою очередь, будете также поддерживать эти видосы. Я буду понимать, что вам интересен Хори Шафт, потому что Шафта у меня нет ни на каком другом аккаунте. И это значит, что я буду стараться заходить дополнительно на этот аккаунт, что-то прокачивать. Ну, а если Хори Шафт не станет вам интересен, хотя последние видосы набирали довольно неплохие количество просмотров, то и, соответственно, я и записывать буду почаще и пытаться заходить, прокачивать. Поэтому как-то так. Ладно, давайте уже начнем играть, потому что катку первую я слил довольно-таки быстро и просто. Там все плохо в этом плане было. Команда какая-то не совсем сильная попалась. Я там, конечно, свое первое место забрал, но и не заформил ничего нормального. И не получилось там и понагибать. Поэтому давайте постараемся здесь что-то продемонстрировать, дабы убедиться в том, что данное вооружение нагибает. Даже на таких званиях, как полковников. Вон, я вижу, против. И, по сути, сейчас, после того обновления, которое произошло с МК, то есть вышли МКшки вместо М1, М2, М3, М4, то есть, ну, вы понимаете, о чем идет речь, то данная ситуация с прокачками стала немножко проще для более маленьких званий. Например, как у меня, да, на таком аккаунте уже имеется М3,5 Хорната Шафт. И на данный период времени это очень круто. Прям вообще максимально. А через время, если у меня будет оставаться на данном аккаунте звание, вы просто представьте, что будет. Вы представьте, насколько жестко я смогу разваливать челиков, которые будут, например, заходить на таких званиях, на вот, на условных вот полковниках, да, вот сейчас он играет на Ханта Рожиге, как минимум М3, то есть, у него МК7, она уже имеется, я так понимаю, да, или МК6. Они будут заходить максимум на МК5 вооружениях. Я буду играть на МК8, а он будет играть на МК5, будучи на пару-тройку званий даже больше меня. Не есть ли это круто, не есть ли это супер наш крутейший баланс, о котором я уже говорил, да, и исключительно для меня это будет круто. Но в плане баланса, конечно, я уже по этому поводу очень много раз говорил. Это, конечно, печаль, беда. Так, вроде как начинали неплохо эту катку, но сейчас начинаем опять сливать, и это меня, конечно, не может здесь не огорчать, но я, честно говоря, вижу, что у меня здесь очень хорошее УП наклевывается, и было бы неплохо, если бы моя бы команда сейчас бы попыталась позабирать точки, а я бы поиграл бы на УПшку. Да, это, конечно, немножко печально, может быть, звучит из моих уст, то, что я решил поиграть на УП. Но все же вы сами понимаете, что видеоролик, все дела, хотелось бы как-то получше все это дело показать вам, и, например, даже с такими званиями, если у меня, например, будет сейчас УПшечка какая-нибудь 30-очка, это же будет вообще круто. Отличная зона вот здесь для прострела, я так понимаю, имеется, и сейчас можно здесь будет еще накинуть выстрел, только, наверное, главное, не с респа. Блин, он ушел. Он ушел с прострелой, это очень плохо. Как же он видел респ? Чайно. Чайно, Васпик, давай, останься. О, контр-жига. Блин, ноль урона, ну боже ты мой, он только отреспался. И тут уже пулемет прилетел, и овердрайв, и все, ясно. На УП поиграл я, хорошо, 3,5 минута остается до конца, теперь можно уже играть на точке. УПшку сбили, ну и ладно. Бог с ней, как говорится. Давайте теперь уже отправляться на захват точек, на раскидку большого урона, и на уничтожение противника. Вот этот, конечно, вулкан поступил очень подло. Я бы на его месте бы постыдился. Уж и так жестко опускать. Но это некрасиво. Но это некрасиво, вот так вот просто брать и сливать, сбивать мне все. Ну, неприятненько, конечно, получилось. Я думаю, что ему-то весело, но мне в этом моменте было как-то даже немножечко обидненько. Да. Ну, ладно. Давайте пробовать все-таки выигрывать. 16 на 3. Иду великолепно. Просто по счету, просто бомба. Главное, чтобы еще бы команда моя бы тащила. И будет тогда вообще все великолепно. Ах, не попал, не попал по... Ну, ладно. Пусть он едет, но там все равно без нарки был. Хотелось бы, конечно, мне его добить, потому что там всего лишь на две плюхи такой хантер имеется. Отлично. У вас пик аптечку прожал. Тогда уже можно и урончика накинуть ему. Ноль урона. Хотел хотя бы сбить прицел просто. Шафт стоит в прицеле. Я понял. Хорошо. Шафт это очень коварная вещь, которая может просто вот так вот жестко прилететь. Но вот у меня резистик-то от шафта имеется. Это очень хорошо, что есть резист хотя бы от данной интересной пушки. Есть также здесь резист от фреза. Но фриз, как вы знаете, в последнее время в матчмейкинге не совсем актуальен. А вот если были бы резисты у меня от какой-нибудь рельсочки громчика, было бы куда лучше. Ну и тот же Гаусс, например, да, тоже. На таких званиях сейчас довольно часто используется. Катка складывается великолепно. Просто великолепно. Мы начинаем вытаскивать. Мы начинаем тащить. Мы начинаем уже выигрывать в плюс 15 точек. Интересно, вот этот хантер куда поехал только? А, вот здесь он стоит, да? Я уже думал, что он просто чуть поумнее будет. Он поедет на меня на давление. Но благо, что он не поехал. Это очень хорошо, что он не поехал давить. Потому что если бы он начал меня давить, то, скорее всего, я бы ушел бы быстро на Респа. Так он мне дает возможность сейчас еще здесь покидать урона. Ваншотные васпики. Как мне нравятся ваншотные васпики на шафте, когда ты можешь просто вот так вот с каждой твички накидать урона. И при этом все, в раскладе еще и занять первое место с УПшечкой, шестерочкой, шестерочкой. При том раскладе то, что и звание здесь, ну, явно не моего калибра, да? Здесь уже побольше ребята. И, например, тот же полковничек уже мог бы играть бы и на МК в восьмом вооружении. То есть, ну, если нормальным языком говорить, на М4. Но катка заканчивается в нашу пользу. Очень эффективно и очень красиво. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Друзья, если вам понравилось, то обязательно называйте прожимать лайк. Это просто максимальная поддержка для меня. Также не забывайте подписываться на канал, потому что уже потихонечку, потихонечку мы идем к новой определенной цели. Поэтому, если у вас кнопочка подписаться прямо сейчас, горит красненьким, сделайте ее серой, и мне будет очень сильно приятно. Ну, и также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать оповещения о новых вышедших видеороликах, ну, и о стримах, которые чаще всего проходят у нас ежедневно в 10 часов вечера по московскому времени. Ну, а с вами был мистер Ванька. Друзья, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok